МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У эфира программа «Навин регион» у студии Кристина Каранкевич. Добрый день и уготым выпуском. Люди и техника работают на площади Славы в Могилеве. Какие планы архитекторов? Открытое полумя на дороге. Что горело на улице Пионерской в Могилеве? Два свята на один день. 25-го студеня означается «Татьянин день» и «День студента». На площади Славы в Могилеве снимают облицовочную плитку. Это только подрыхтывочный этап до капитального ремонта, который обещает подарить площади новое обличчание. Работы на этом участке ведутся с початку месяца. Кроме стелы, тут плануют адрамонтовать лейсвецу и подпорные стены, а так само доброго парадковать ближайшую территорию. Нават, не глядяши на морозы и техника, люди працуют активно. Старую гранитную плитку снимают ручную и кажут, что ЯЕ будут выкористовывать для ремонта и иншых объектов областного центра. Эти плиты аккуратно снимаются, упаковываются на поддонах, в клеенку все оборачивается и будут использоваться на других объектах в облицовке лестницы. Планируется возле кинотеатра «Октябрь» и другие объекты. Здесь будет новая плитка. А последний раз ремонт тут проводили 10 лет тому. По слову Сергея Старасовского, облицовочные плиты за этот час пришли в Аварийный стан. Новые гранитные плиты будут у ансамбли с балюстрадой, которую установили летос. Новое стоматологическое обсталевание появилось в Бялинской центральной райбольнице. 23 тысячи рублей, что выдастовало на ГТМ-меты, позабюджетные сродки самой установы. В больнице эту подею называют годным протягом эстафеты добрых справ, которая присвечена 80-ти годам в Могилевской области. Жихарка Бялынечка Тярына Назарова доверяет специалистам районной больницы. Тому и новое стоматологическое обсталевание вельми порадовало. Мне приходилось лечить зубы как на старой установке, так и на новой. Новая установка уже более усовершенствована, беззвучно работает, комфортно себя чувствует, что дня по зубных пытаниях тут принимают до 20 человек. Але не меньше за пациенту новой стоматологичной установкой рады медицинские работники. Предыдущая установка, которая уже устарела, морально и физически, она доставляла много хлопот и постоянно нуждалась в ремонте. Надеемся, что новая уже ремонта не потребует. На новую стоматологичную установку было выдатковано амаль 23 тысячи рублев, что райбольница зарабила самостоинно. До речи, увесь 2017-й был пленый для Белинской центральной райбольницы. Повысить якость диагностики дозволил и новый рентгеновский аппарат, что набывали за кошт республиканского бюджета. Происходит цифровое передача изображения, поэтому качество лучше, чем в предыдущих. Ну и, соответственно, можно сделать где-то более контрастность, улучшить яркость, поэтому улучшается качество изображения. Планов, естественно, много. В 2018 году требует обновление реанимационно-анестезиологическое оборудование. Это аппараты искусственной вентиляции легких, наркозные аппараты. Они у нас четыре аппарата, которые требуют замены. Планируемо в этом направлении работать. На обслугововании Белинской райбольницы амаль 18 800 человек. И важно, чтобы якостную допомогу они могли отримливать на месте. Дарья Семянько, Виталь Алексеенко, Новины Регионы. С початку года в детячую областную больницу доставили больше за 20 малых с иншародными предметами устравнику и кишечнику. С подобными искаргами у лечебной установы звертаются кожный день, говорит загадчик эндоскопичного отделения. На счастье, не все подтверждаются урачами, але подозрения батьков не покидают без уваги, рассказали Катярыни Городницкой. Патерки, косточки, садовины, детали конструктора, а зувядением у Беларуси монеты копейки стали частыми предметами, которые глытают дети. Катя, ты не представляешь, какие по объему штуки глотают? А, вот, посмотри, скрепку и страхи. Эту коллекцию сбирают в эндоскопичном отделении областной детяшей больницы. Тут есть и колюши, и предметы, и батарейки, и магниты, и они, дарыши, больше небеспечные, чем монеты. Самое тяжелое и страшное, конечно же, это батарейки, потому что они вызывают серьезные осложнения, вплоть до затруднения прохождения пищи. Из последнего случая ребенок проглотил цепочку от одежды. То есть, за детьми всегда нужно смотреть, никогда их не оставлять одних. Одна из мер перестярухи хавать дробные предметы, так само усе небеспечные ваткости, бытовую химию, воцат, и при любым подозрении обовязково звертаться до урадшоу. Букап достать, наприклад, вострый предмет «Тишкло», необходно специализованная допомога. Катярына Градницкая, Миколай Соболев, Новины региона. В области расте колькасть коррупционных злочинств. Это подчас размовы с журналистами означал прокурор в области Александр Чадюк. Когда в 2016-м таких было зарегистровано 169, то летость – 316. Зразумела и колькасть затриманных за это злочинство больше, причем сяродых не только чиновники. Донести до должностных лиц области нашей в очередной раз, не знаю, уже у которой, чтобы они, прежде чем совершить или задумать, совершить какое-то преступление, подумали, чем это может закончиться. Заклопочены прокуроры и ситуации с подлетковой злочинностью. На счастье удалось досягнуть поменьшения огульной колькости таких порушений у закону, однако утягнутых у криминал подлетков стало больше. У Могилеве горы у светлофор, як поведомили в областном управлении по надзвычайных ситуациях, у початку 10-й ранецы на спецлинию 101 поступило поведомление про узгорание светлофора колья дома номер 27 по улице Пионерской. Колья пожарные разлики прибылі до места здарения, автоматичный объект, який регулює дорожный рух, горы открытыми полами. Воротовальникам потребилося некольких хвилин, каб ликвидовать пожар. Теперь специалисты высветляють причину згорания. Звернуться с питаниями до представников улады Жихары в області по традиции змогутся субботу 27-го студеня. У Могилёве, Бобруйску і Баусіх, Райвыконкамах в області так само пройдуть промыя телефонная лінія. С 9 до 12 годин у Могилёвським Аблвыконками промою телефонную лінію проведе керавник с правами Рыгор Воронин. Коли у вас єсть питання по контролю за вакананням документів типа работи со зворотами громадян і юридичних особ, телефонуйте по номеру у Могилёве 50 18 69. У Могилёвським гарвыконками ваше телефонування буде проймать намісник старшіні Александр Веракса. До яго можна звернуться по номеру 42 21 02. У Бобруйску у той же час промою телефонную лінію проведе Людмила Пагуда, керавник с правами Бобруйскага гарвыконкама. Нумер телефона для Сувізі 76 21 41. 25-го студеня дзень не толькі усіх Татьян алеї святы Віалікой студентской братії. Активная, творчая і перспективная молодь Могилёвськай в області заусю дыздюляє своїми ідеями. Сапраудными бізнес-праектами і часом становяться нават дыпломна робота студентів. З адной з такіх распрацовок наші корреспонденты познайоміляся у Могилёвськім Дзержавным Університеті Харчавання. Анастасія Філіпова технологу трэцім пакаліні. Каже, з дзятінства ведала, што працягні справу свіху батькі і дзєда. І вось студентка п'ятага курса Могилёвського Дзержавного Університеті Харчавання працює над ним з працюємств. А свій дыпломну роботу працює працює нового рецепту бальзаму. Ідею оцініли у Міністерстві адекуації і виділили грант. Аналогів такой продукції в мире нет. І я сітаю, што наш ринок требує нового бренда, національного напітка. І паэтаму решилась замахнуться на таку смелую роботу. Маркетингові дослідвання показали, што ідея такого бальзаму їх затікавила. Справа от тим, што у ягу рецепті за усім нема цукру, зато і єсь такий компонент, як адвар за усінах лоп'ю. А я ще більше за 20 лекових трав. Есть компоненты, які защищають печень от токсичного действия алкоголя. Есть очень необычный компонент, например, березові почки, семена укропа, і многие-многі другие. Все секреты раскрывать не буду. Такі бальзам можу вайсти у рецепт жиле, мармеладу, ці додаваць у чай цікаву. Наталью Дакімва, Миколай Соболю, Новини Регіона. А на гэтым выпуск завершений. Дякую, што були з нами. До зустрічі в ефіре.